Давайте пробежимся пока что по группам и посмотрим, что у нас вообще здесь к чему, какие расклады. Это последнее обновление группы, возможно, где-то здесь, наверное, даже есть ошибочка, но оно более-менее вроде как правильное. Старался, два раза пересматривал, что да как. Ну, группа Акершнет, ESL, Мандокс, Израиль, Эльтернейт пока что. Они вчера, кстати, совсем чуть-чуть, вчера чуть не вылетели с Асуса, когда на нем участвовали, естественно. Их там разгромили очень хорошо ребята из Якутии, если я не ошибаюсь. Группа B, Fnatic SK Gaming, WinFact, ну, X-WinFact написано, Moscow5, Anexis. Сегодня, кстати, SK играет против Moscow5 после встречи, разумеется, таких команд, как Anexis и MyRevenge. Ну, вот MyRevenge и Anexis это, конечно, такие, те еще немцы, как бы, MyRevenge идут сейчас к успеху немножечко, конечно же. Ну, в кавычках к успеху, сейчас они падают в сетке в своей и падают в своей группе, шансов у них очень-очень мало. Шансов у них мало здесь на выход, ну и проигрываются выключевые матчи. Вообще, последние встречи их были очень-очень ошеломляющими с точки зрения счета. Где-то они там попытались потащить против команды Сиднея на голову, сыграли достаточно специфически. Такс, ну что же, что же, их предыдущие встречи. SK Gaming они проиграли, проиграли со счетом 8-16, ну, там SK уже прикалывались, проиграли команде WinFact со счетом 3-16. Anexis в это же время проиграли в NotNatic. Play на этой же лиге, действительно, да, на Inferno 12-16 команде Fnatic и уступили SK Gaming на мираже. Ну, мы эти с вами матчи видели, друзья. Теперь, я думаю, можно уже смело сейчас вернуться к просмотру, в принципе, Counter-Strike всеми нами любимого и пронаблюдать за происходящим. Пока что ножики, ножики, ножики. И вот посмотрим, кому достанется сторона атаки или защиты. Просто здесь есть свои особенности, никогда не знаешь, кто кого, кто кого, кто куда, кто все-таки возьмет себе самый настоящий нож-раунд. И окажется, защитили вот так. Ну, карта здесь такая, просто здесь и там, и там будет хорошо. Так, ну тут пока что Снэппи один на один остался. Как видим, резоновал неплохо Кирби. Состав сегодня на сегодняшний день такой. Кирби, Эйвин, ой, извиняюсь, MyRavage, MyRavage, sorry, опять определил по названию сверху, не успел поменять. В общем, MyRavage, Кирби, Эйвин, Роман, Макс, Мэтт, ну и состав команды Anexis, это Нуги, Ломи, Берри, Снэппи, Занож. Мы их сейчас, в принципе, все прекрасно видим. До рестартов, ну, наверное, считанные минуты остаются. Мы пока что ждем, 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 ждем рестартов. И вроде бы как они уже должны были начаться. Нет, не начались, не начались рестарты. Ну, перед началом, естественно, вернемся сразу же в игру. Просит еще меня Карна просто посидеть, поговорить на камеру. Вот, такой уж он. Ну что, начинаются? Наконец-то они. Самые долгожданные рестарты. Нет, даже они не начинаются. На HLTV, кстати, дилей, поэтому будем смотреть. Это, естественно, с задержкой. Ну, ставки здесь, естественно, очевидны. По-моему, Anexis должны здесь просто ушатывать MyRavage, я не знаю. Но Anexis это такая команда, которая способна выиграть все сильные команды, проиграть самые слабые. Как бы о них так отзывались некоторые бывшие игроки этого коллектива. Тот же Frizz, который сейчас защищает знамена команды Fnatic. Ну, давайте ворвемся все-таки в игру. Здесь у нас первый пистолетный раунд. Ну и первая половина. Немцы начинают в атаке. Пожелаем им удачи. Опс, 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 опс. Вот. Вот и все. Ну и посмотрим, к чему приведет их игра в атаке. Сколько раундов они возьмут в первую половину. Пока вот у Дачан уже такая наработка пошла. Три в Зиг с первого раунда. Укрепление Зиги. Ну, Геначаки первый на размене Снэпи. Третий будет за нож, который, кстати, реально иногда хватается за нож. Иногда у него это получается сделать очень-очень сильно хорошо. Смотрим. За нападением. Ну, она определилась 3-2. Три на катах. Ну, попытка выхода до каты. Эвен, видимо, пойдет еще чекать центр после этого. Либо они с Максом вместе будут запирать. Хотя, возможно, и стяжка. Просто обычно на первый пистолет, там одного на втором оставляют. Но там, видимо, двое либо ждут пуши, либо все-таки с медлом что-то хотят сделать. Мэтт уже двигается. Потихонечку. Эвен готов открыться на центре. Пока, кстати, вообще без контакта играют. Уже до 50-й секунды досидели. Время как бы атаковать. Вот оно пошло. Смещение на центр по-тихому. Здесь, как видим, укрепление из трех человек по-прежнему стоит неприступно. Никто к ним не бежит. Никто на них не идет. Здесь выход по центру. И, как видим, первый контакт пошел. Он у нас у Берри. Тут, в принципе, нормально разыгрывает. Как вы понимаете, что рисковать не стоит. Не стал открываться. Просто подождал. Посмотрел, сколько пройдет. Дал гранату. Дал там какой-то димейдж. Ну, он мизерный на самом деле. Но вразмен сыграли. Снэпи Ломи по фрагу. 3-4. Есть численное преимущество. Посмотрим на ломе, как разыгрывает нас. Отстутан. Комплекс БТП. Не дал ему Роман здесь убежать. Берри на отрезание бомбера. За нож. Дотыкал Роман. Бэрри вводит. Головошот в подсадке. И это уже 2 в 2. Вот она опасная ситуация. Ну, ход за немцами на самом деле. Бомба где-то упала. Это большой факт. Как видим. За нож. За нож. Ну, вдвоем забрали последних. Я не знаю, почему поломились. Хотели, видимо, сыграть на одного вдвоем. Но как-то так получилось, что два игрока прямо напротив стояли и решили побиться с ними. Не особо, конечно, это хорошо. Что я могу сказать. Но мы с вами продолжим наблюдать. Думаю, сейчас один деглараунд. Да, один деглараунд. Лолу Май Рейвенш. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим, как эти немцы смогут здесь распределить свои усилия. На деглах. Ну, укрепление второго квадрата. Без инициативы. Опять же, ну, нет. Просто ждут аркаду. Просто ждут аркаду. Надеются на поджим. Здесь же есть два Фамаса, два Кальтау. Защита и Юспат Нуги. Ну, Нуги будет играть роль ВП. Оно понятно. То есть, большинство матчей, которые мы видели. Именно он этим и занимался. Только и дело, что покупал Лавик и шел с ним кого-то убивать. Мэтт чек-центра. Прорыв по Зиге. Ну, дальняя дистанция здесь, конечно, приветствуется в защите. Это понимают сейчас игроки команды Анексис. Вот за нож мог бы здесь так-то схватить сейчас очень хорошо, если бы на него трое вышло. Я думаю, он бы просто поломился, постарался бы сыграть как-нибудь жестко. Макс уже в этот момент готов открыться со своими тиммейтами. Подошли в платную к люльке. Видимо, хотели сыграть как-то гибко с подсадкой. Ну, и Снэпи. Снэпи сразу пошел в пуш. Ох-ох. Злагает, как ЛТВ сильный. Видим, что Снэпи дает серию жестких бешеных фрагов. Вообще, по статистике, у него уже 4 на 0. Ну, собрал эко. Король. Король просто. Что можно сказать? Не забываем, друзья, параллельно я читаю чат в группе в стиме Киберарея НТВ. Заходите, не стесняйтесь, пишите. У меня тоже стрим зависал ребутком, папа мог. Вот такие вот сообщения пока что приходят. Я, друзья, предупреждал, что будут лаги. Предупреждал вначале, написал даже в паблике с Л4МТВ и ВКонтакте, что сомн 3D есть небольшие проблемы. Ну, будем надеяться, что зафиксить ситуацию и к второй игре у нас будет нормальный все-таки сервер, на который мы сможем вещать более-менее удобно для вас. Здесь, как видим, попытка сыграть эко по центру, но заканчивается она, конечно же. Просто жестким. Ой-ой-ой, там шахты кого-то напрягают. Макс отстрелил кого-то. Ну, как классно, не для снэппи. Опять же его здесь не отпускают, но опять на ноль снэппи, три на один бэрин, нуги три на два. Но это все, конечно же, после эко. Не назовешь это жестким результатом. Вот результат будет сейчас. Первый девайс на против первого девайса. Но интересует нас, конечно, сразу же нуги. Что у него, что он нам припас, что у него за пазухой будет. Мне это интересно. Дали ему кольт. Ой-ой-ой, а ВП нету. Вот колонна бы в такую команду, конечно. Но сейчас нам уже датская стена начинает биться за топ-1. Это бонус. Так, фаст выход зиг, мэтт. Открытие первый. Смотрит, никого не видит. Проходят дальше. Снэпи, в принципе, там должен сейчас будет принимать. Но он здесь больше каких-нибудь. На выход сразу. Вышел чекнуть. Надо было хоть под площадь или под прикрытием это все давать. Слышал же топот. В итоге минус от Мэта. Закрытая люлька. Нуги пошел замыкать, естественно, брез в защите. А вот Ломи в этот момент играет у нас в жесткую аркаду. Походим к перидорам. Его там, в принципе, ждет Кирби. Но не страшно. Нуги в этот момент сыграл все-таки в размен. С люльки 75 хп у него осталось. Забрали. Эйвена. И немцы в раздумьях. В очень жестких раздумьях. Вот мне интересно, как Ломи здесь сейчас разыграет. Потому что оппонент у него сидит. Тупо сидит на ящике. Ждет звездного часа своего. Тут, как видим, решили полезть вниз. Опс. Первый пошел. Второй пошел. Бомба в каналке. Лол. Немцы сыграли стяжку в каналке. Хотели разыграть гибко. А тут Ломи в итоге минус 2 плюс бомба. Закрыли колодец полностью. Вот дача они жгут, а. Ну что творят же. Он прям как знал, что туда надо пройти и попытаться там что-то сделать. Жойстик. Жойстик. Нереальный жойстик. Ну что, Кирби остался последний. Вот парень, который сидел, ждал на катах. При том, что его задача была хотя бы там каналку, что ли, чекнуть. Посмотреть что-то. Ну, откуда он мог знать, что там такая жесткая аркада. Но проход, конечно, был жесткий, по сути. Вот. На этот матч примерно такая статистика, что, наверное, 70% 80 игроков уже 100% поставило бы на аннексис. Эх, было бы весело. Ну что, Берри, пошел искать Кирби. Кирби здесь, как видим, выжидает. Это сейв. Counter-Terror Twin 4-0. Как-то вяленько, конечно, сыграли. Но ошиблись немцы, очень крепко ошиблись. Они просто, видимо, в таких ситуациях раньше не оказывались. И попали просто здесь на уровень. На игру на уровне от оппонента. Немножко растерялись. Кирби за сейвл девайс. Ну, это единственное, я бы даже так сказал, не то чтобы правильное решение. Прямо оно. Оно обычное игровое решение. Просто встать на сейв. И все, оставить хоть что-то. Тем более, то, что бомбу не ставили, денег нету. А тут будет хотя бы калаш. Берри поджим. Центр. Здесь, как видим, фаст. Фаст играется под коты. Кирби. Там три глока. Один дигл, один калаш. От Кирби он там как открывающий. На центре у нас разыгрывает за нож. Минус размен. Нет, размена не было. Просто серия фтак. Еще по котам дали. Кирби сейчас будет пытаться пробиться. Блэнд. Минус один. Ох, спрей. Ну вот Снэпи, конечно, забрал. Тут Кирби Эвен. Ласт по котам. Ну, четыре в одного. Я даже не знаю. Все. Добьет, но... Вышел он так наивно. А меня забыли убить. Друзья, я на котах. Открылся погиб. Пять-ноль. Анексис впереди. И будут, наверное, первую половину реально жестко доминировать просто. Очень жестко. Но с этим ничего не поделать. Посмотрим, может быть, у немцев получится. Что-то сейчас. Не, считаю немножко смелость ребятам побыстрее. Побыстрее им нужно реально шевелить извилинками. Побыстрее играть. Потому что слишком уж они, конечно, медлительными выглядят для современного КС. Но оно понятно. Регуляры немецкого ИПС. Как бы немецкий ИПС это такая просто необразимая. Яма, сейчас один момент. Мне просто нужно заблокировать одного человека. Все. Возвращаемся обратно в Counter-Strike. Извиняюсь. Смотрим. Немцы пока что еще не надумали ничего конкретного. Эвен, Зик, Роман, Макс. Нуги Берри. Играют в поджим центра. Снэпи сейчас даст первую инфу. Так, нуги убивает. Снэпи. Ну что, у Снэпи здесь уже есть гости. Должны были быть. Нет, ушли. Ушли все-таки к зеленке. Разыгрывается дуга. Макс идет скачок. Кирби дал один фраг. Но это не ключ. Это не ключик к дефенсу, в принципе. Анексис. Здесь надо как минимум быть уверенным в том, что один плент пустой. Либо дать там фраг. Ну вот сейчас на это нарвется Макс. Роман пошел чекать аркаду. Ее нету. Понимают. Понять сейчас должны, что Анексис на позициях. Вот АВП от Макса. И против АВП от Заножа. Критка флешек. Ну, вот опасный момент на самом деле. Потому что он так заходит. Он очень здесь сильно просто жалеет. Снэпи дает минус 2 с балкона. Сжимая по дуге. Снэпи минус 3. И в итоге выходит на план, добивает последнего минус 4. Снэпи нет. Роман разменивает. Но 16 хп вряд ли ему здесь чем-то помогут и спасут его. Сейчас он спиной откроется на Нуге, скорее всего. Нет, он вообще сталкивает. Снэпи 6-0. Ха-ха. Ну, холпа тут подошла. Ну, минус 3. Защита и один раунд, конечно же. Канексис, мой ревенш был в шаге. В одном маленьком шаге. Только непонятно, почему АВП вот так. А, да. Он же не знал, что на балконе есть игрок защиты. Он же открылся сначала против АВП, на планете АВП с планета ушло, скорее всего. За ящик в туалет. И... Снэпи... Ну, Снэпи был плюс. Он создал эффект неожиданности. В принципе, застал врасплох. Но почему его третий парень не разменял, непонятно. Эвен, каналка Фаст, Роман, Каты, Макс с ним и догоняют. Эвен, они походу в догонялки играют. Такому коридору, просто подземному. Ну, действительно, ничего не придумали. Кирпи сейчас будет просто отбиваться от стада. От стада датчан, которые просто его уже чувствуют. Уже настолько сильно простреливают, что даже... Даже не боятся стрелять в респ. Ну, и выход А, плент, Нуги на приеме. Пожелаем удачи парню. Ну, да, удача ему здесь понадобилась бы. Но немного пораньше. Даже не удача, а, скажем, грамотный человек. Она здесь просто, по-моему, как-то... Дрях мы сыграли. То есть... Ну, налегке. Налегке стадо сыграть. Ихит не двигает, покажет центр минус снэппер. Ну, вот он раунд немецкий, друзья. Вот он раунд немецкий. Если Косиков сейчас не уходит, то он, в принципе, зацепится. На точку зашли, то что надо. Бомба стоит. Все, хю. За нож, Берри, по фрагу, трип-два. Вот здесь уже будет пуш. Просто нет, Керририствин добивает, лагает хелтв. Опять же, жестко ломит, погиб от Мэтта. Макс забрал товарища Берри. Быстренько. Вот сейчас, видите, побыстрее мы ревень стали. Так темпом просто раз вышли и забрали. Они, видимо, просто боятся, скорее всего, либо синхронного поджима, либо чего-то еще. Как бы такое бывает. Ну, что поделать. Так, идут прострелы пока, что у нас как-то. Зелень. Вот так стопли, кстати, и не чекли. Мы не прошли туда и не почекли. Где, в каком месте, в какой текстуре конкретно идет жесткий прострел. Так, здесь ящик, и должен быть размен, снэппи. Ой-ой-ой, 7 хп. Не, ну после такого, конечно, тяжело воплотить все свои, не знаю, фантазии в реальности победе. Особенно немцам. Как бы вы выходите над водуло, стреляете с человеком, который сидит на прямой дистанцию, он сидит. Ты просто стоишь, даешь ему в голову. И выходит как бы два калаша, один начинает зажимать, второй тоже от испуга видит этого контра и тоже начинает зажимать. И в итоге два калаша сидят, зажимают просто не в ту сторону. А снэппи так спокойно. Хоп-хоп. 7 хп осталось. Психологическое напряжение. Тут уже просто жесткий минус у Мэй Ревенш. Они тут терпят прям, прям под не хочу. Это уже начинает быть похожим на то, что в плане у них стоит сейф. Как минимум процентов на 40. Так, ну остальное делится также по каким-то соотношениям, скорее всего. То есть там процентов 20, что пойдем в атаку. Не, ну это сейф, явный сейф. Тут что, 6 хп? 106 хп на двоих, друзья. Это тяжело. Это нереально тяжело сделать. Тут надо над многим просто подумать. Стоит оно того, не стоит оно того. Всякое же бывает. И так. Ну что, пойдут их искать или нет? 6 секунд. Никто не идет искать. Не, а Nexis здесь тоже, конечно, терпелку проверяют. Свою на все 100%. Знаете, как терпение лопается, когда вот так вот игроки просто на падение уходят? Ну вот минус 1-то надо дать. Да, Эвена добили. Ну, минус 1 калаш. Молодцы, дачане добежали. 7-1. Пока что немцы вытворяют, как обычно, какие-то немецкие звездные танцы. Кстати, ждем, ждем матча Киршнея. Друзья, еще пару минут хотел уделить вам такому рассказу, что мы сейчас будем определяться с расписанием Fnatic Play, потому что, скорее всего, скорее всего, вот буквально уже через день будет Fnatic Play, комментировать его будет, я даже не знаю кто, скорее всего, Таффом. Один. Вот, на финал мы точно вместе прокомментируем. Просто здесь сейчас такой полет начинается жесткий. В том плане, что есть определенные трудности с тем, что комментаторов у нас на МАДе и сцеплин много. С запуском второго сезона StarLadder. Так что скоро ждите объявления детальных трансляций. Когда, где, скидки. Кирби минус Берри. Тем временем здесь была атака коты. Ну, мы раунд, в принципе, я даже не считаю, что продинамили, просто тут какая-то сверхобычная игра. Ну, выходят немцы, ну, играют в размен, ну, ставится бомба. Дальше что? Они стоят на планете. На них выходят просто четыре датчанина, которые с медла спокойно прокидывают точку. Ну, то есть всю там... И какой-нибудь один за нож бежит в спину на коты и готов схватиться за нож, чтобы раздать. Вот. Ну, а Снэпи пока что решает в этой игре очень жестко. 13 на 3 его статистика. 10 на 5 у нас разошелся ноги. 9 на 3 за нож. Берри 6 на 4. 5 на 4. Ломми. У немцев Кирби 6 на 7. 5 на 8. Роман. Макс. 3 на 8. 3 на 8. Мэтт. Эйвин. Ну, кстати, у нас статистика. Лак Тел ТВ. Тут какие-то героические выходы немцев по котам. Прямо порадуются. Как на парад просто пошли. Еще Диггл с собой взяли. Ну, уж совсем, да. Ну, Диггл принес плоды. Минус Ломми был, но... Минус 1 с Диггла. Ну, зачем ты деньги тратил? Лучше бы на пуле оставил на АВП. Подарили бы потом это АВП просто датчанам в знак примирения. 9-1. Ну, я не знаю, что здесь ожидать дальше. Я думаю, сейчас просто эта половина закончится примерно со счетом там 14-1. Вторая половина. Ну, пару раундов могут датчане отдать. Вообще, Тускан у датчана это очень уверенная карта. Кто не помнит, они показывали со всеми практически европейскими топовыми коллективами хороший результат на ней. Ну, что, здесь выход на за ножа. Его звездный момент СВП. Его игра в упоре. Против него уже здесь вышел Лупар Калаш. Надо прятаться. Попытка сместиться. Ну, 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 полез. Да, в дыму, конечно, будет сейчас хорошо штопать. Тут, как видим, Дугу все-таки террора отдали. Не стали пробиваться дальше на плент. Поняли, что СВП. Шутки очень-очень плохие. Но здесь уже жмет тайминг, как бы. Здесь должна была прийти хилпа на Б. Ломи запер центр. Все, террором некуда деться. Если только пробивать Ломи. Но он, я думаю, нет. Он никуда не двигается. Он здесь будет стоять до упора. За нож минус Дугам. Это с Брилли. Тут либо нужно было тогда заходить и не давать за ножом и сменить позицию. Либо нет. Ломи разменивают на центре. Ки минус Кирби. В квадрате. Берри, конечно, тут... Ох, Берри. Корволомный парень зашел на респ. Спокойно в этом обходе сыграл. Ура, и у нас остался последний. Как видим, минус 2 дает, забирает Снэпи. Ну и 1 в 2. За нож его, в принципе, сейчас должен убивать. По логике действий. Достаточно будет пистолета. Смотрим, будет ли это ноутзум. Опачки! И это один на один. Эйвен, посмотрите, бежит в мидл. Берри бежит также сейчас в мидл. Три-четыре секунды, конца раунда. Берри, Эйвен разворачивается, бежит обратно на Б. Да что ж ты ж немец, о чем ты думаешь сейчас только? Неужели ты ожидал увидеть там Берри? В итоге чекает дугу, а времечко-то идет. Времечко идет, и бомбу уже поставить тебе никто не помогет. Товарищ Эйвен. Но он все равно продолжает уверенно действовать. Посмотрите, заходит во второй. 14 секунд до конца раунда. А, вот, он пакет здесь был. Понятно. Забрал бомбу. У Берри инфа. А Берри его сидит, просто ждет на Б-планте. Ну это такой, знаете, фри... Фри килл от Берри, как бы, совершенно простой. Опс, counter-terrorist win, еще и добивает. Да, вот бомба, конечно, бомба на такой стадии раунда. Но он, видимо, просто Эйвен, он сам не ожидал, что он останется живой после серии своих фрагов, да? И благодаря этому разыграл, разыграл именно в этой ситуации так, как сыграл. И даже не парился по этому поводу. Возвращаемся в Counter-Strike. 10-1. 9 раундов. Преимущество за Анексис, это нереальное количество, на самом деле, очков. Которое во встрече. Вот такой разрыв, если вы его набираете, вас, наверное, либо ничто не останавливает, либо... Либо соперники останавливаются. Такие, знаете, слоу-поки. Ну что, врывкоты, минус размен. Макс Берри забрал. Все, сейчас будет просто прием скрипа. Спокойно, там два игрока. Ой, нуги с Берри уже просто чувствуют, что делать. Нуги минус 1, минус 2. В скрипе. Кирби ласт. Кирби ласт на катах должен был выполнять роль поджимающего. Ну, ему надо было, конечно, на втором тусоваться и выходить в спину. Но так как Анексис играет в закрытом дефенсе, ничего немцы просто поделать с этим не могут. Вот. Как бы понятно, что команда, которая как бы обычно послабже, да, она старается посидеть. Она старается подождать. Да, своих соперников, чтобы тебе вышли в аркаду. Да, какие-то плюсы словить от своей медленной игры. А Анексис просто секут эту фишку совершенно спокойно, так же сидят на своих позициях и активно перестреливают потерявшихся немцев. Такое ощущение, что они когда выходят куда-то на точку и начинают стреляться, у них в голове происходит такой процесс. Где? Там, 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 вон там, вон там. Да что такое? Да почему-то? Да как так? Вот на это сейчас реально очень-очень сильно похоже. Просто я тут не вижу какой-то жесткой координации. Ну, пока прорвались их. Здесь уже, знаете, такой раунд отчаяния просто от немецкого коллектива. Макс на центре, один бегает с бомбой, зачем, не ясно. Прорыва, коты, ну, перекрестного огня не создали. Ломи не отпустил, добил. Роман, Роман, Роман здесь как ключевой игрок в этом раунде. У него сейчас есть, в принципе, очень-очень много шансов устроить короткий мрапупинг. Но и тут Берри его ждал, Кирби забрал в этот момент Ломи. Ну и Берри пойдет стреляться сейчас с Кирби. Кирби открывается на катах. Берри просто меняется по позиции, спокойно будет дожидаться. Ой-ой-ой-ой, уйдет или нет? Ну вот у Кирби есть сейчас все шансы, в принципе, здесь и отхватить, и взять. Нет, выходит АВП, Кирби. Минус авик. Ну вот минус авик. Ну, ой-ой-ой, два игрока. 50 КП, как вот так-то он стрелял, не ясно. А Берри просто ждет, посмотрите, Берри как бы вообще... Ох, сейчас Кирби будет беситься. Я вам... Ой, лол, Кирби почекал. В итоге 1-1, 34 секунды. Есть шансы, но вот она, граната, да, с кирби. Кирби, 12-1, да. Немцы, конечно, сейчас негодуют. Очень негодуют. Наверное, шеф организации точно. Экстаза не получает от выступления своей команды. На самом деле, там не все немцы. Макс, представитель Австрии, австрийская школа Counter-Strike. Не особо древний игрок, там есть еще вот такие, как Гор. Я бы сейчас на них посмотрел. Я буду надеяться, что CSGO реанимирует стариков а-ля Гора и прочих старых, типа Близзарда, и будет интересно. Ладно, второй, как видим... Второй квадрат, агрессивная игра. Берри уже на мидл. Лейвен размен дал по нему. Мидл забрали, снэпи поджимает. Есть еще одно. Один игрок в змея на центре. Это Нуги, который, ну, моментально просто с Prefire. Мы же знаем, куда смотреть. За наш этот момент отстреливают. Угу здесь игра с Мидлом. И Нуги ловит перетяжку. У Кирби 13-1, друзья. Ну что, 14 раундов сыграно, как бы, да, первые половины. Пока в одну калитку, в одни ворота... Господи, такое ощущение, что там даже ни в одну калитку. Там просто калитки нету. Снесли. Снесли. Атака должна быть как железобетонная дверь просто, чтобы... Не, ну ладно. Запилили. Надо запилить просто немцам дверь. Тогда они смогут, может быть, парочку еще взять. Для души, знаете. Для души, для себя. Так, ну что, выход на снэпи. Сейчас он будет у нас давать экшен. Он там уже начекал двух игроков, которые на него выходили. Тут, как видим, выходит МПшка. Лола отстреливает. Ну, это уже реально раунд отчаяния. Кирби тащит. Нет, Кирби здесь не вывозит. Просто его тут Ломи ломает. Минус 3 при попытке в ФТП. Он отыграет стяжку. 3-2 с Ломи. Ломи там вообще даже не запарился. Диана СКП еще флешки пытается раздать. Ну, а Нуги ловит последних двух игроков на Мидле. Счет становится 14-1, друзья. В первой половине это катастрофический разгромный счет, на самом деле, для немцев. Мне даже кажется, что реабилитироваться здесь... Нет, реабилитироваться здесь нереально, как бы, да. С одной стороны можно, с другой стороны не тот уровень. Мы это сами прекрасно понимаем. Пока что посмотрю, что вы писали за эту половину. Может быть, есть какие-то комментарии интересные. Ага. Никаких. Ну да, Лаги. Я, друзья, про Лаги уже предупреждал. Так что особо сильно не злитесь. Ворвемся обратно в игру. У нас здесь второй период, друзья. Ну и пара раундов, которые, скорее всего, Аннекси сейчас попытаются забрать себе. Им надо два раунда до матч-поинта. До нужных раундов в группу. И все будет у них просто сверхвеликолепно. Макс. Первый минус. Лагает ХЛТВ. Мы видим, здесь уже действия разворачиваются на Б-планте. Вовсю. И мне интересно, как сейчас будет разыгрывать Кирби. Никак не будет разыгрывать Кирби. Роман, Мэтт, Мистят. Остается Снеппи на планте плюс Ломи. Ломи, 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 Ломи. Давайте его посмотрим. В общем, он может в этой пистолетке выстрелить. Снеппи минус Макс. Вот сейчас самое главное. Просто все, выбили два в два. Уже хорошо. Отличная слева от Ломи. Минус один. Джамперст. И это хэдшот от Снеппи, не от Ломи. 15-1. Первая пистолетка. Да, у немцев траур, друзья. Собираем теперь, не знаю, по рублю на открытке. Отправляем им. Играйте лучше или что-то такое. Ну, просто... Просто непонятно. Как они... Я, конечно, не должен этого говорить, но не понимаю, как они попали в эту лигу. Вот как. Почему бы не позвать было туда, скажем, Virtus.pro? Почему было бы не пригласить туда, там, еще какую-нибудь украинскую команду, не знаю, российскую, из СНГ, кого угодно? Было бы по-разнообразней, по-интересней. Вот. Приехали. Ну, хотя, да, в любой, на любом чемпионате должна быть такая команда, которая только пытается. Но, судя по результатам, там, прошедших ивентов... Майрэвенш, ребята, давно пытаются, и... Я вам так скажу, получается у них нехило. Ну что, здесь отстрел Деглов за Аркадий Алмэд. Сыграть решил по-смелому, но... Конечно же... Это нужно уметь делать. Не, я не говорю, что там они плохо играют, как бы, просто... Реально их опытный уровень сейчас налицо, в принципе. Это, по-моему, понятно даже... Даже ребенку, как бы... Ребята, слава. Ну что, здесь уже пишут просто, как я понимаю, что осталось добить последнего Кирби, сейчас становится 16-1. Ну и давайте насладимся статистикой этого матча, что у нас здесь есть. Ноги 20 на 7 настрелал, 22 на 7 Берри, два фраг-лидера просто жестких, которые ушли с отрывом у команды Анексис. У защиты вообще никто не вышел в плюс, даже в ноль никто не сыграл. По 15, по 16 даже у кого-то 16 смертей. А, ну это сейчас погиб Тилл. Да, по 15 смертей. То есть, все было ужасно. Ну, смотрим на клатч раунды. Минус 3. Минус 3. Три раза. Минус 3. Три раза давал у нас товарищ Берри. Как видим. Если честно, друзья, то на меня сейчас сзади просто падает вся моя зелень, которую мы украли на карте Детрейн с Таффой. И она капитально поменяла мое мировоззрение. Итак, ну что, сами видите всю статистику. Давайте посмотрим, что там было по раундам. Так, вэппенс, друзья. Что? Ну, калаши, да. Здесь уже не особо сильно-то и неинтересно, потому что мы все видели. Калаш, Айвик, Доминация. Ну, Берри против Макса. Калаш, 8-2. За нож 2-2 играл с Мэттом. Это был баланс, в принципе, наверное, во всей игре. Ну, и на этом все. Через несколько минут. Через несколько минут, друзья. Moscow 5. Команда Moscow 5. Команда из России. Сыграет с командой SK Gaming из Швеции. Ныне победитель Inferno Online Лиги, которые забрали буквально на выходных 10 тысяч долларов. Пока небольшой период.